Алексей Ильич, что происходит с душами детей, которые совершили самоубийство, и чем родственники могут облегчить, как родственники могут облегчить их посмертную очередь? У святителя Игнатия Брянчанинова есть такая интересная фраза, которую надо бы буквально помнить действительно всем родителям. Фраза его звучит таким образом – это великая истина, которую он высказал. Он обращается к матери и говорит – ваша благочестивая жизнь может дать большое благо вашему сыну, сынишке, ребёнку. Ваше же нерадение и ваше отступление от этой жизни пронесёт беды и вам, и сыну. Мы вот говорим сейчас об этих печальных событиях, которые вот сейчас прозвучало, и говорим, что будет с этим ребёнком. Прежде всего, если мы хотим действительно, действительно заботимся о ребёнке, должны вспомнить о себе как источники и причине. Надо же понять, конечно, сейчас и этот интернет несчастный, и эта пропаганда всякая дьявольская, которая через него поступает и обрушивается на голову наших подростков – всё это совершенно верно, но что в семье мы, какой мы иммунитет в семье вырабатываем, мы, к сожалению, мало обращаем внимания на то, чем занимаются наши дети. И не являемся сами православными по жизни, и, естественно, и дети наши. Самые большие, до какого-то возраста, до 10-12 лет, мы ещё, может быть, таскаем их в храм или причащаем их, я знаю, некоторые чуть ли не каждый воскресный день своих детей и прочее. А потом смотришь – подросток, их в храме нет. Надо бы подумать, что такое. Значит, где-то мы допустили ошибку. А то не только нет в храме, а ещё даже кончают таким образом свою жизнь. Подумать бы надо, что случилось, почему. Не думаем. Не думаем. Ну, надо же! Что-то где-то... Где мы допускаем ошибку? Кстати, причащаем детей. Ну, неужели трудно понять? Ох, о детях Христос сказал – таковых есть Царство Небесное. Значит, что вы ещё хотите? И если вы хотите причащать детей, то только тогда вы принесёте им пользу и благо, когда сами будете готовиться и причащаться. В противном случае вы знаете, что происходит? Ребёночек, вы причащаете. Ой, слава тебе, Господи! Что слава тебе, Господи! Кажется, вот, причастили, очистили, да? И в свой грязный омут его тут же. Скажите, что вы сделаете с человеком, который вот помыл ребёночка своего под душем и в грязную... Скажите, что за сумасшедший? Неужели мы не понимаем, что когда мы причащаем ребёнка осами и его куда берём? В свою грязную среду? Что мы делаем? Если хотим мы, чтобы действительно ребёнок получил пользу, сами готовиться нужно, сами причащайтесь, и причащайте тогда, пожалуйста, ребёнка, тогда действительно будет благо. А если не так, то берегитесь. Вот подросток, и потом вы его найдёте где? На дискотеке или, я не знаю где, в чате, в интернете. Вот в чём дело-то. Мы, будучи не православными сами, хотя считаем себя таковыми, не ведём жизнь, мы и детей таким образом заражаем этим духом, и они заражаются этим несчастным интернетом, этим синим китом. В отношении его души, я вам скажу, состояние этого ребёнка в огромной степени будет зависеть от нашего состояния, от нашего, то есть нашего кого? Родителей. Бог видит, в какой степени тут погрешил ребёнок или не погрешил. Учтите! Зырте даже! Даже не погрешил! Всё зависит от... Мы не видим его состояния души. Это может быть ошибка, какое-то увлечение, непонимание, непонимание и так далее, воздействие виноваты мы. Поэтому, если мы хотим, чтобы действительно душа усопшего этого ребёнка, который так трагически окончит свою жизнь, чтобы она была действительно, действительно, всё-таки, тем не менее, освобождена от страданий, от кого зависит? От нашего духовного состояния. Начните тогда, начните тогда жить по-христиански. То есть, и молиться с вниманием, благовением и покаянием, почаще обращаться к молитве Иисусовой, почаще исповедоваться и причащаться. И по слову святителя Игнатия, который совершенно точно за вашу добродетельную жизнь Бог благословит и вашего ребёнка. вот единственный способ, причём способ безукоризненный, именно так и будет. А если мы будем только лить слёзы и ничего не делать, и подавать записки во все стороны, как будто записки вам помогут? Святитель Феофан об этом записках пишет. Что говорит, если вы сами не будете молиться, он пишет, святитель Феофан, затворник, не будете молиться, то священники протрещат молебен, так же и обедню протрещат, а молиться-то и не будет, пользы-то никакой и не получит. Не найдитесь же, пожалуйста, просто. Записки только тогда могут быть помощью в нашей молитве. А мы хотим так. Я подал записку, а сам пошёл в магазин. Ну что же это такое? Какой-то шаманизм, язычество какое-то. Без нашей молитвы ничего не будет. Поэтому будем, давайте, помогать душам вот таких трагически погибших своих детей своею жизнью. Ибо, говорят так, молитва матери и со дна море достанет. Вот так. Спасибо. 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 Спасибо.